АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, нет, вот. Не понял. А, вот. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ах, ты же деваный. А, вот, все, ты еще. Жена дала, просила хлеба купить. АПЛОДИСМЕНТЫ И лицо наглое у гаденыша, весь из себя такой наглый. Боремся, боремся со взятками, а толку нет. Нужны новые методы. Меченые деньги, чем вчерашние действия. Они ж как же? Приходит один, такой, здоровый мужчина. Я, говорит, вам принес костюм импортный за 3 тысячи долларов в подарок. 3 тысячи долларов это сколько? Это 2 тысячи евро на наши деньги, правильно? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я ему говорю, вон отсюда. Он говорит, вы для меня. Я говорю, вон отсюда. Он говорит, вы зря. Костюмчики импортные из города. Забыл, как-то город сказал он. Ладно, не важно. Я ему говорю, вон отсюда. Он говорит, вы зря так. Эти костюмчики только в этом городе выпускаются. В городе. Да ты посмотри, вертится в голове. Ну, вы знаете, что импортный город немецкий в Германии. Нет, не Париж. Ну, не важно. И все. А докажи, что взятки. Любой тебе мог костюм привезти из этого города. Да что ж, вертится в голове не в гусоне. А, да. Баден-баден. Баден-баден, а тебе кто угодно мог привезти костюм. Докажи же взятки. Не получится никак. Недавно, помню, приходит мужик. Небольшого роста такого. Вот и говорит, где живете? В Мэтищах на окраине Москвы. А я в самом центре, на Путузовском проспекте. Я могу с вами жилплощадью разменяться. А вы мне за это, я говорю, вон отсюда. Летел так, что очки забыл. С ними надо жестко, надо уметь говорить вон отсюда. И все. Сразу все получится. Хочешь учиться? Позвони мне, я тебя научу. Говорит, вон отсюда. Лучше приезжай. Запиши адрес. Ну, возьми ручку, запиши. Пиши, Кутузовский проспект. Пиши. Да, придешь на проспект, спросишь, мне там все знают. Ну, так нужно не со всеми. А мне тут женщина пришла. Молодая, красивая. На все, говорит, согласна. Только помогите. Я говорю, денег не надо. Отсок сразу. И помог. Знаете, как благодарна была? Ух. У него потом сын родился, назвала моим именем. Честно. Это сколько сейчас пацану? Год назад приходила. Три месяца только. Маленький лежит, курлыкает. Я ему сто рублей показал, он сел. Показал пятьсот, он попал. И лицо такое, глаза такие, кого-то. Ну, не важно. Так я что выжил? Взятки, коррупцию можно победить. Но нужно бороться всем вместе. А сейчас, Борис, только я один. Так что давайте по добросовестности будем бороться вместе. Я пошел, там взяткишник пришел, надо отреагировать. Так что готовьтесь, будем с этим. Городинка! Друзья, ну поскольку Игорек у нас ловет большим мастером по части анекдотов, Игорь, я тебя без нового анекдота со сцены не отпускаю. Кто за мое предложение? Прошу проголосовать. Все за! Дело было в Ахангельске. А то она проснулась ровно в четыре часа утра. Тихо, чтобы не разбудить мужа, она залезла в чулан, нашла удочки, сломала и кинула в печь. Та же участь постигла поплавки, лески и другие рыболовные снасти. После чего она загадочно улыбнулась, легла и сладко уснула. Жить ей оставалось не больше часа. Два украинца, будучи в командировке в Ереване, за пару часов до отхода поезда, чисто случайно попадает на старинное армянское кладбище-музей, вроде в середине надгробия, читает надписи. Арабалаян, 1905-й, 1982-й. Жив пять лет. Это, наверное, ошибка. О, Грачи Карапетян, 1911-й, 1991-й. Жив три года. Что за бардак? Приходит сторож, дядя, извини. Мы, конечно, с математикой на В, но не до такой степени, понимаешь? Там один человек прожив лет 80, написано 5. Той прожив, может, лет 70, написано 3. Объясни. Это несложно объяснить. Неужели непонятно? Жиль? Это не имеется в виду жиль там. Существовала жиль, понимаешь, да? Когда в заграничной командировке были девочки красивые, машины такие, ты жи такая, кипей, ох-хо-хо-хо-хо. Все остальное не считается совершенным. Понятно? Что ж тут неясного? Короче, Валерия, коли я сдохну, напиши мне на могиле, родився мертвым. Спасибо. Спасибо.